МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Дороги станут чище. В ДЭП поступила новая уборочная техника. 4200 россиян остаются на аппаратах ИВЛ. Михаил Мишустин провел заседание по борьбе с коронавирусом. С наступающим Новым годом! Михаил Савин поздравил ветеранов 6-го микрорайона. Далее расскажем обо всем подробно. Грейдер, КДМ на базе КАМАЗ, трактор, белорусы, посыпалка. В ДЭП поступила новая уборочная техника. Часть транспорта уже отправилась на улицы Сарова. Другая будет готова к эксплуатации в ближайшее время. Подробности далее. Сильные снегопады, метели, гололед или снежные каши на дорогах. Зима каждый год устраивает для сотрудников ДЭПа настоящие испытания на прочность. Но теперь бороться со стихией будет проще. Автопарк предприятия пополнила новая уборочная техника. Часть машин уже отправились на дороги города. Вторая будет готова к эксплуатации в ближайшее время, как только транспорт зарегистрируют. Это очень большое событие, потому что это новая техника. Она будет работать без поломок в первое время, это точно. А там уже просмотры по эксплуатации. Затрат на запчасти уже будет меньше. Просто на обслуживание, на замену масел, там все текущие какие для АТО. Алексей Сафонов лично оценил состояние новой техники. Глава города посидел и в кабине одной из машин на пассажирском сидении. Среди нового транспорта – грейдер, комбинированная дорожная машина на базе «КамАЗ», два трактора «Беларусь» и посыпалка для борьбы с гололедом на дорогах. Всего на борьбу с капризами погоды выйдут шесть единиц техники. Рейдер – это как строительная техника, так же уборочная техника. Это идет расчистка снега для уборка летом, для строительства дорог. Это планировка грунта, планировка щебня. КДМ – это для расчистки города. Это от снега идет отвал, плуг и щетка подметает. Трактор тоже самое идет для очистки тротуаров и дорог. А посыпалка посыпает как дороги, так и тротуары. С прибытием новой техники появились и вакантные места. Дорожно-эксплуатационному предприятию требуются механизаторы и водители. По всем вопросам обращаться в отдел кадров ДЭП по телефону 99-214. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Правительство продолжает поддерживать многодетные семьи. По инициативе президента они получают единовременную выплату до 450 тысяч рублей, чтобы полностью или частично погасить заем на покупку квартиры или дома. Для получения выплаты семьям требовалось обратиться в банк лично или дистанционно. В правительстве доработали механизм оформления. Теперь это можно будет сделать через портал госуслуг. В любое удобное время сформировать заявление, приложить необходимые документы в электронном формате и направить их на рассмотрение. Ну, конечно, это проще и быстрее, а главное, без риска для здоровья. Что сегодня, в период пандемии, особенно важно. Единовременную выплату на погашение ипотеки могут оформить семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года появился третий или последующий ребенок. Саровчан приглашают поучаствовать в соревнованиях «Новогодние семейные маршруты здоровья 2022» и «Новогодние командные маршруты здоровья 2022». Для этого необходимо скачать на смартфон бесплатное мобильное приложение для подсчета шагов «Человек, идущий», зарегистрироваться и больше ходить. Победители и самые активные участники получат призы и подарки от партнеров Лиги здоровья нации. Другая важная информация в подборке коротких новостей. На налоговый учет можно будет встать дистанционно. Соответствующий законопроект одобрило правительство. После вступления в силу изменений в налоговый кодекс, процесс постановки полностью переведут в электронный формат, что существенно облегчит жизнь граждан, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Подавать заявление можно будет на портале государственных услуг с использованием электронной подписи физического лица. Налоговый орган, в свою очередь, сможет направлять гражданам свидетельство о постановке на учет в форме электронного документа. Банк России предупредил банки о грядущих ограничениях на выдачу потребительских кредитов. С 1 июля 2022 года регулятор планирует установить лимиты на необеспеченные потребительские суды, погашение которых будет съедать более 80% доходов заемщика. У банков доля таких кредитов не должна превышать 25%. У микрофинансовых организаций – 35%. Неработающие пенсионеры, которые воспитывают несовершеннолетних детей, смогут получить доплату в 2022 году. Об этом напомнил пенсионный фонд. На дополнительную выплату могут рассчитывать родители-пенсионеры, которые воспитывают несовершеннолетних детей. Также это распространяется и на пенсионеров, дети которых учатся очно и не достигли 23 лет. Несоблюдение правил безопасности на водных объектах часто становится причиной гибели и травматизма людей. В преддверии новогодних праздников и зимних каникул администрация Сарова предупреждает. Нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости, а также в состоянии алкогольного опьянения. Родители не должны отпускать детей на лед водоемов без присмотра. В Роспотребнадзоре ожидают ухудшение ситуации с распространением коронавируса после новогодних праздников. Это связано в том числе и с появлением нового штамма «Омикрон». Михаил Мишустин провел последнее в этом году заседание Координационного совета по борьбе с COVID-19. Более 128,5 миллиардов рублей выделит правительство на выплаты медикам, которые помогают больным коронавирусом за работу во время новогодних праздников. Также эти средства пойдут на продолжение выплат в первом полугодии 2022-го. Средства получат врачи, средний и младший медперсонал, водители машин скорой помощи, а также сотрудники стационарных социальных организаций. Они помогают бороться с инфекцией в домах престарелых, интернатах для инвалидов и в других социальных учреждениях. Число вновь выявленных случаев коронавируса продолжает снижаться, рассказал Михаил Мурашко. Сейчас лечение проходит 547 тысяч россиян, 126 тысяч остаются в стационарах. 4200 человек находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Также министр здравоохранения доложил Михаилу Мишустину о том, как проходит вакцинация населения. Всего провакцинировано 78 миллионов человек. И в достаточном количестве сегодня имеются запасы вакцины. В достаточном количестве организованы пункты вакцинации, как мобильные, так и стационарные. Особая категория для внимания медицинских сотрудников – это граждане старше 60 лет. Прошли вакцинацию сегодня 67%. Министр здравоохранения также напомнил, что всем, у кого с момента прививки прошло полгода, необходимо ревакцинироваться. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в своем докладе отметила, что особое внимание в нашей стране сейчас уделяют штамму омикрон. Он распространяется очень быстро. В странах Европы показатели ежедневно бьют новые рекорды. Поэтому все меры, которые принимают в Российской Федерации, как никогда актуальны. Учитывая нас предстоящие новогодние праздники, когда количество контактов между людьми и так увеличивается, риски распространения нового штамма омикрон безусловно возрастают. И мы можем ожидать ухудшения эпидситуации после выходных дней. Это требует готовности всех уровней системы здравоохранения, и я прошу на это обратить особое внимание. Михаил Мишустин призвал глав регионов взять ситуацию по борьбе с распространением коронавируса под личный контроль и заниматься этим буквально в ежедневном режиме. Также он напомнил россиянам, что в случае появления симптомов ОРВИ необходимо оставаться дома и вызвать врача. В Совете ветеранов микрорайона номер 6 прошло праздничное мероприятие. Депутат Михаил Савин поздравил пенсионеров с наступающим Новым годом и вручил им подарки. Подробности в следующем репортаже. В Совете ветеранов микрорайона номер 6 тоже встретили наступающий Новый год. А какой праздник обходится без подарков? Депутат избирательного округа Михаил Савин вручил продуктовые наборы малоимущим и одиноким ветеранам. Чтобы все-таки проявить внимание, в первую очередь, заботу к людям, такие вещи делать необходимо. Пусть подарок будет небольшой, но это внимание всегда, людям всегда это приятно. Иногда и очень часто пожилым людям нужно общение, которого, к сожалению, в настоящее время они лишены. Такую акцию Михаил Савин проводит ежегодно не только к Новому году. Депутат поздравляет ветеранов и с 8 марта, и с 23 февраля. И просто оказывает необходимую помощь. Благодарность ему за то, что он постоянно общается со своими избирателями, то, что он умеет находить общий язык с людьми. Вот у него и акция была, и поздравление многодетных семей с детишками. За праздничным столом собравшиеся обсудили проблемы, которые волнуют жителей округа. У ветеранов была возможность лично пообщаться с депутатом и задать ему все интересующие вопросы. Совет ветеранов 6-го микрорайона также поздравляет с наступающим Новым годом своих депутатов Олега Бабушкина и Евгения Данченко. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Молодежный центр приготовил для саровчан праздничную программу. Проходить мероприятия будут как в канун Нового года, так и в январские каникулы. Подробности в следующем репортаже. Очный формат постепенно возвращается в нашу жизнь. Молодежный центр предлагает прочувствовать атмосферу новогоднего волшебства, окунувшись в мир прозы и поэзии. 29 декабря состоится праздничный новогодний концерт «Дыхание зимы», который пройдет в формате литературной гостиной. В этом году был опубликован литературный поэтический сборник «Разные миры», в который вошли работы наших участников, нашего клуба, проза и поэзия. И у зрителей будет возможность познакомиться с поэтическим сборником. Ребята почитают стихотворения и отрывки из своих произведений. Начнутся новогодние каникулы в молодежном центре уже совсем скоро. Эвент-команда приготовила для молодых семей города новогоднее представление по следам снежной королевы. Возрастное ограничение 6+. Уже 31 декабря в 10 часов утра приглашаем вас в нашу группу, официальную группу молодежного центра ВКонтакте, на зарядку «Зарядись новогодним настроением», чтобы в Новый год все вступили бодрыми, веселыми. Также 2 января мы приглашаем вас поучаствовать в онлайн-викторине, онлайн-квиз для всей семьи. 4 января для подписчиков также проведут викторину о здоровом образе жизни «Формула здоровья». К концу новогодних праздников клуб общения «Лотос» приглашает молодых людей с ОВЗ принять участие в акции «Гладь, корми, люби», которая пройдет в контактном зоопарке. 5 января у нас состоит сноу-пати в ритме Нового года. Мы приглашаем активных, позитивных молодых людей принять участие в нашей конкурсной программе, в наших новогодних посиделках. Мы будем выполнять и готовить для них творческие задания. Дополнительную информацию о новогодних мероприятиях можно узнать по телефону 99-118. Воспитанники спортивной школы «Икар» успешно выступили на чемпионате и первенстве Нижегородской области по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе. В соревнованиях приняли участие 35 саровских спортсменов. Подробности далее. 22 медали оказалось в копилке спортивной школы «Икар». Из 35 саровских батутистов многие спортсмены приехали из Нижнего Новгорода с хорошими результатами. Так прошли чемпионаты первенства Нижегородской области по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе. В соревнованиях участвовали ребята всех возрастных категорий. Неплохо. Можно было лучше. Кто-то не смог показать результаты. Чем он прыгал здесь, показывал. Там хуже выступил. Кто-то упал. Ну тоже здесь много чего влияет. В зале было холодно еще. Очень холодно. Мы поехали, когда морозы были. И трамплину надо привыкать к снаряду. Времени не было привыкнуть. Несмотря на трудности, высокие результаты показали даже самые маленькие спортсменки. Варвара Кулькова заняла первое место. И Варвара Латухова – второе место. Большие областные соревнования – это их первый серьезный опыт. К такому событию девочки усердно и тщательно готовились. И уже сейчас подают большие надежды. Я приходила, наверное, с часа за два до тренировки и тренировалась. У меня занималась сестра. Мы ходили ее забирать. И мне очень понравилось, как они тут все это делают. И я начала упорно тренироваться. Я сначала вот приходила. У меня ничего не получалось. Потом я начала хорошо тренироваться. И вот у меня теперь получается. Мне нравятся батуты, трампы, потому что здесь даются тренировки, чтобы выступать хорошо. Тамара Давыдова стала абсолютным победителем первенства области по прыжкам на двойном мини-трамплине. Спортсменка выступала в программе мастеров спорта возрастной категории 15-16 лет. Для Максима Синицкого соревнования не были сложными, потому что юный батутист был уверен в своих силах. Такой решительный настрой принес спортсмену первое место. Я стараюсь как можно сильнее усложнить свои элементы, чтобы занимать на других соревнованиях, более сложных, первые места. Меня привлекает в этом спорте красота элементов и много еще чего. Теперь саровские батутисты готовятся к чемпионату и первенству Приволжского федерального округа, которые пройдут в феврале следующего года. В Оренбург поедут призеры и победители областных соревнований. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе, смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипет. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!